Мы сами воспитывались старой системой, поборами. Но невозможно взять, перечеркнуть, выкинуть всех этих людей на улицу. По одной простой причине у нас идет рост, у нас идет снижение дорожно-транспортных происшествий. Но число погибших людей довольно очень большое. Я могу уже говорить о том, что мы подходим к цифре 100. Это людей, которые погибли на автомагистралях Донецкого области. Порядка тысячи получило ранения различной степени. По количеству убитых и по количеству убитых на ходе военных действий раненых и войны дорожных мы где-то практически идем на одном уровне. Нельзя сейчас взять всех сотрудников, которые обеспечивают безопасность дорожного движения, выставить на улицу. Мы этот этап проходим. Мы с ними работаем. Мы отсеяем тех людей, которые недостойны здесь работы. Но взять и сказать, что их сегодня не будет, практически невозможно. Сейчас идет реформа. Прекрасные полицейские и патрульные службы заменили в трех основных городах. Но у нас еще остались автомагистрали, которые расположены у нас на территории Донецкой области. Которые мы должны обслуживать и обеспечить безопасность дорожного движения. Сейчас идет месячный по обеспечению безопасности на дорогах. Я прошу водителей быть дисциплинированно, не нарушать буквально ежедневно. Порядка 13-15 мы составляем протокол по статье 130 Административного кодекса Украины за управление автомобильным транспортом в состоянии алкогольного объединения. И эта цифра в постоянном режиме идет 15-20, 15-20. Несмотря ни на что, несмотря на такие штрафы, люди продолжают нарушать правила дорожного движения. Надо просто задуматься о том, что это жизнь. Я вам привел, тысячу человек получили ранения различной степени на дорогах. Порядка 100 уже погибших, погибло людей. Есть проблемы в разрешительной системе. Продолжение следует...